Пирожки с картошкой – это классика. Вряд ли найдутся такие, кто откажется от подобной выпечки. Для учениц 3-х и 4-х классов Видновской прогимназии теперь приготовить такое традиционное блюдо русской кухни не составит труда. С целью знакомства школьников с историей и традициями русского народа был организован такой вкусный и познавательный мастер-класс по выпечке пирогов с начинкой. Такое замечательное начинание принесет свои результаты. Детям очень нравится. Здесь не только можно поговорить о русской народной культуре, о традициях, которые существуют в русском народе, но и попробовать самим что-то приготовить. На мастер-классе ребята попробовали себя в роли пекарей, а также узнали от профессионалов обо всех этапах создания хлебобулочных и кондитерских изделий. Как пекарня принимает и обрабатывает заказы на продукцию, интересные факты о пользе хлеба и раскрыли секреты старорусских рецептов наивкуснейших пирогов. Мне кажется, это самый лучший день в моей жизни. Я могла еще не сделать это, а полепить. А вот потом еще разрешают после того, как слепили, поесть это чудо творение. Мне здесь очень понравилось, особенно лепить. Я это правда сочинка переборщила. Но я очень люблю с картошкой. Они такие вкусные. А вот Варя лепила пирожки не впервые. С мамой и бабушкой они вместе готовят каждое воскресенье. Но все равно признается, что было очень увлекательно. Я сама умею кашу варить. Я умею гречку, манку варить, разные каши. Я умею мясо под сыром делать, с грибами. Я прихожу домой, я могу приготовить ужин маме. Маме. Меня мама научила очень рано готовить. В четыре годика я могла помочь маме сделать яичники. А пока пироги пеклись, ребята наблюдали, как профессиональный кондитер колдует над созданием праздничного торта. Это только первый мастер-класс, но график составлен уже на месяц вперед. Следующие занятия пройдут в январе, где школьников будут продолжать знакомить с разными блюдами русской кухни. Блюдо такое-то. И мы хотим в нашей русской печи, это настоящая русская печь, березовые дрова, с детками приготовить какое-то исконно русское блюдо. Как-то вот есть манник, потом гречишная каша. Чтобы ребята знали и не боялись этих названий, потому что это на самом деле очень вкусно. Без пирогов столетиями не обходится ни один русский стол. Рецептов, видимо, невидимо. И вроде все знают, как тесто замесить и правильно испечь. Только вот результат всегда разный. Чё это такое-то? Чёрное! Ничего, морщикся! Самый спёк, самый кушай! Ну а у наших юных пекарей пирожки получились. Это же красивые! Я не помню. Смотрите, какие разные, красивые. Вот, да, вот, да, вот, 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 вот. Свои кулинарные шедевры можно было попробовать на месте или забрать домой. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.